Дорогие мои слушатели, давайте проверим, насколько хорошо меня слышно. Если слышно хорошо, пожалуйста, поставьте плюсики. Ага, вижу, все слышно хорошо, спасибо достаточно. И пока я начинаю наш вебинар, хотелось бы увидеть от вас, кем вы работаете, чтобы я немножечко понимала, с кем мы сегодня общаемся. Ну и начнем с того, что Татьяна Викторовна уже огласила нашу сегодняшнюю тему. Я повторюсь, это нетрадиционные техники рисования при работе с детьми дошкольного возраста и детьми с ОВЗ. Но что касается наших нетрадиционных техник рисования, они подходят не только детям дошкольного возраста, а не только детям с ОВЗ, когда провожу какие-то мастер-классы, это становится очень интересным и для педагогов, и для более старших деток. Так, я вот вижу, что это воспитатели, педагоги доп. образования, педагоги-психологи, педагоги-психологи, но библиотекари очень, ну, довольно-таки большой труд. Но давайте начнем. Даже преподаватели вуза, насколько я вижу. Но, надеюсь, наша тема сегодняшняя будет интереснее. Ну, когда дети знакомятся с окружающим миром, они пытаются отразить его в своей деятельности. Начинаем мы с игр, потом у нас идет рисование, лепка, рассказы и так далее. Богатые возможности в этом отношении у нас представляет изобразительная деятельность. Да, мы знаем, что есть так называемая арт-терапия, по ней у нас тоже был вебинар, вы можете посмотреть на сайте Директ-академии, и сегодня мы углубляться в это не будем. Чтобы не ограничить возможности малышей в выражении впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного набора изобразительных средств. Да, мы привыкли, что у нас изобразительная деятельность – это краски, кисточки, и ребенку дается определенное задание, он просто сидит и рисует. Именно такой формат, он очень часто отталкивает детей от рисования, потому что ребенок видит, что у него не все получается так, как он хотел, а не все получается по образцу, это его распраивает. Мы знаем, что может быть такое, что ребенок в детском возрасте понял, что у него немножечко не получается рисовать, и он за всю свою жизнь этого делать не будет. При этом, чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность, чем будут разнообразнее формы, методы и приемы, а также материалы, с которыми будет работать у нас ребенок, тем интенсивнее станет развиваться детские художественные способности. Нетрадиционное технике рисования – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. Мы можем ребенка познакомить с несколькими техниками, и уже в подготовительной группе ребенок может дальше сам выбирать, какая техника ему ближе, и рисовать уже самостоятельно. Также рисование непрадиционной техникой стимулирует положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования. Детки у нас, используя новые непрадиционные техники, уже не боятся рисовать. Ну и давайте начнем прям непосредственно к самим техникам. Первая техник, так, извините, еще такой момент упустила. Какие же техники мы можем использовать касаемо детей дошкольного возраста? С детьми младшего дошкольного возраста можно использовать эти все техники, которые мы сегодня рассмотрим. Первое – это рисование пальчиками, либо же рисование ладошками, рисование ватными палочками, тычок жесткой полусухой кистью, и вот, как я сказала, рисование ладошками. Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками. Это оттиск поролоном и штампирование, печать по трафарету. Тоже мы используем то же самое штампирование, только при помощи трафарета. Свеча и акварей, наброс и тачкование. Что касается детей старшего дошкольного возраста, дети могут освоить еще более трудные методы и техники. Это клексография, двух видов, либо обычная, либо трубочка, рисование зубочисткой, монотипия, рисование нитками. Каждый из этих методов – это маленькая игра для детей. Их использование позволяет чувствовать себя раскованной, как я уже говорила, смелее развивать воображение. И свободу для самовыражения. Также развитие координации движений. Ну, первое – это, что мы рассмотрим с вами рисование бумажными втулками. Очень интересная техника. Когда я представляю на многих других мероприятиях, люди удивляются, как это можно так делать. Для каких категорий деток мы можем использовать? Практически для любых. Даже дети, вот у меня занимаются стильным ДЦП. Это единственное, что немножечко нужно подготовить, если детки не умеют пользоваться ножницами. Но давайте рассмотрим, что нам с вами необходимо. Это, естественно, лист бумаги. Лучше всего брать бумагу поплотнее, чтобы она не размыхала. Следующее – это бумажная втулка. Втулка может быть от бумажного полотенца, от туалетной бумаги. Ну, от полотенца она немножечко плотнее, поэтому ее будет сложнее резать, особенно ребенку. Следующий момент – ножницы. Краски. Ну, я могу сказать честно, лучше гуашь или акрил. Почему? Потому что они дают более яркий эффект. Следующая кисточка и стаканчик с водой. Ну, давайте я сейчас запущу видео. Мы с вами посмотрим, как это происходит. Ну, первое, что мы делаем, это мы нарезаем нашу втулку. Просто ножницами делаем из нее вот такую вот бахрому. Мы нарезаем ее до середины. Размер наших полотенцов может быть совершенно разный. Он может быть чисто на ваше усмотрение. После того, как мы разрезали, мы раскрываем вот таким вот образом, чтобы у нас получилась такая своеобразная кисточка. После того, как мы отогнули нашу бахрому, мы наносим краску. Краску лучше наносить сначала в светлый станок. Вот у нас на видео эта краска у нас желтого цвета. С этим может справиться ребенок. Если есть детки, кто ножницами плохо пользуется, или еще мы не даем ребенку ножницам, мы бахрому можем нарезать сами. Естественно, нанести кисточкой краску здесь уже у нас доступно ребенку. Либо же ребенку мы можем предложить окунуть нашу такую своеобразную кисточку в тарелку. После чего мы оставляем вот такой вот штамп, как у нас на видео. И вот рукой мы можем помочь, чтобы штамп был лучше, если он плохо отпечатывается. Вот таким вот образом мы делаем несколько отпечатков. Это вот у нас был первый желтого цвета. И сейчас я сразу пролистаю, чтобы вам было понятно. Это я показала, как уже мы с вами сделали первый отпечаток. Второй отпечаток у нас точно так же мы наносим и делаем второй отпечаток. Я видео пролистываю, поэтому оно может немножечко подвисать. Но я надеюсь, что все будет понятно. Вот мы таким образом делаем отпечатки. После чего мы берем и дорисовываем наш цветочек вот таким вот образом. У нас получились три цветочка. Просто мы... Видео я остановила, оно не зависает. Да, вот пишет, можно же окунуть в тарелочку. Да, действительно, можно окунуть в тарелочку. Но окунание в тарелку, оно немножечко не развивает координацию движений. И действительно, будет сверху тоже у нас грязно. Ну, вот таким вот образом мы... Мы делаем наши отпечатки. Это один из вариантов. Следующий момент. Это так называемая монотипия. Как мы рисуем. Тоже очень интересный вариант. Очень интересно для деток. Техника монотипия, во-первых, она интересна, потому что это легко и потому что это весело. Что может быть проще, забавных и ярких отпечатков? Именно отпечатков. Смысл монотипия заключается в том, что картинка рисуется на одной стороне листа, а затем отпечатывается на другой. От этого же и произошло название. В переводе с греческого оно означает один отпечаток или же единый отпечаток. Как мы с вами это делаем? Мы... Вот у нас уже начинается потихонечку видео. Мы складываем наш лист пополам. Обязательно обозначаем ребенку, где у нас находится серединка. И предлагаем ребенку нарисовать рисунок только на половине листа, да? Мы должны ему четко обозначить, где у нас половина нашего листа. Вот здесь у нас на видео я начинаю уже рисовать. Сейчас я немножечко пролистаю, чтобы мы время не тратили. Что мы делаем? Мы с вами просто рисуем наш рисунок на одной части листа. Вот таким вот образом. И после того, как мы с вами нарисовали, мы складываем наш лист пополам. Вот мы его складываем. После того, как мы его разложили, у нас получается уже рисунок с двух сторон. Вот таким вот образом. Это могут быть совершенно разные рисунки. Вот здесь вот у нас представлен рисунок бабочка тоже в технике монотипии. Это очень интересно для детей, очень забавно, вызывает очень много таких интересных эмоций. Ну вот вернемся к нашим материалам. Это минимальный набор лист бумаги, краски. Опять же, я говорю, что гуашь или акрил лучше использовать в данной технике. А кисточка и стаканчик с водой. Ну, немножечко отвлеку, отвлеку сначала. Втулки размыкают. Но, да, есть втулки, которые размыкают, но это очень, ну, как бы здесь можно выбрать ту втулку, которая будет вам полезна и не будет размыкать. Следующий момент, следующая наша техника – это рисование мятой бумагой. Тоже она очень интересная для многих деток, вызывает много интересных эмоций. А что нам необходимо? Это лист бумаги. Лучше брать, как я уже говорила, плотный. Следующая бумага, которая хорошо мнется. Если она будет, допустим, какого-то такого газетного типа папирусной бумаги, она будет еще лучше. Либо там какие-то остатки у вас есть, гофрированные бумаги. Это тоже очень подходит. Почему? Если у деток в руках силы очень мало, плохо развитые мышцы, то бумага, которая хорошо мнется, будет намного им интереснее. Следующая – это кисточка и стаканчик с водой. Давайте посмотрим, что мы можем сделать при помощи нашей бумаги. Я сейчас включу видео, и мы с вами посмотрим. Немножечко я прокомментирую. Что мы делаем с вами? Мы берем для начала, рисуем основу нашего, это у нас будет сирень, цветочек, нашего цветочка, несколько стебельков. Ну, допустим, для начала мы рисуем их там 3-5. После того, как мы нарисовали наши лепестки, листочки и так далее, да, здесь мы должны уже будем взять любую бумагу, которая хорошо мнется. И после того, как мы ее помнем, вот таким вот образом, хорошо-хорошо сминаем, мы наносим на нее уже краску. Краску можно нанести либо кисточкой, либо, опять же, окунуть в тарелочку. Иногда используем, допустим, пленку, файл, кладем ребенку на стол, и мы окунаем нашу краску, да, вот здесь на видео я его перелистываю, поэтому немножечко подвисает. Мы оставляем отпечатки, оставляем наши отпечатки, и таким образом у нас получается наш цветочек. Можно использовать один цвет, можно использовать несколько цветов краски. Вот таким вот образом у нас получается с вами красивая сирень. Если недостаточно наших стебельков, позже мы их еще дорисовываем, да. Ну, это тоже одна из техник, надеюсь, она вам пригодится, и надеюсь, будет интересно. Следующий момент, это очень интересная техника, могу сказать честно, пока сама не попробовала, я не верила, что такое может быть. Здесь у нас рисование ниткой. Что же нам необходимо будет для того, чтобы нарисовать ниткой? Лист бумаги, нитка. Нитка может быть разная по структуре, либо это нитка, которую мы шьем, такая тоненькая, да, либо же это очень толстая нитка, допустим, ну, шерстяная, которую мы вяжем на скиднике. Либо же нитка фирмы Ирис, которую вяжем крючком. Тоже мы все эти техники можем использовать. Следующее это краски. Ну, здесь у нас написано гуашь, акварель, акрил, ну, здесь на ваше усмотрение, но, опять же, гуашь и акрил, извините, лучше, чем акварель. Кисточка и стаканчик с водой. Давайте посмотрим, как мы можем с вами рисовать ниткой. Сейчас я запущу небольшое видео. Здесь у нас, что мы делаем? Берем тарелочку, где мы вот здесь вот внизу, в левом нижнем углу, мы с вами окрашиваем нашу нитку краской. Краска может быть любого цвета, который вам понравится. После чего мы нашу нитку выкладываем не ровными линиями, а немножечко с устревлением, да, на наш лист. И после чего наш этот лист накрываем другим листом, обязательно плотно прижимаем рукой и тянем нитку вниз. Так, извините, я звук не отключила, вот сейчас отключила. Тянем нитку вниз, и у нас получается вот такого плана очень интересные, очень красивые цветы. Ну, эту же технику мы можем дополнить какими-то другими элементами, и у нас уже будет более полный и более красивый рисунок. Так, ну, сейчас вот покажу, что получилось у меня. Сейчас, минутку. Здесь у меня уже получилась вот такая вот картинка. Здесь несколько цветочков, можно сказать, это так называемый хаос. Да, вот кто-то пишет, можно дополнить деталями, получается, различные фигурки животных и различные предметы. Да, здесь уже наша фантазия, фантазия ребенка, который работает. Этого никто не отменял, можем дальше продолжать и фантазировать. Один из вариантов. Попробуйте, очень интересно. Ну, следующий момент, это у нас рисование пальчиками. И оно, мне кажется, что рисование пальчиками используют не только, ну, как бы, не только воспитатели, но и мамы с детьми дома тоже очень хорошо используют. Когда провожу именно рисование пальцами или рисование ладошками, когда начинаешь у детей спрашивать, что ты чувствуешь, как тебе ощущение. Дети говорят, что ощущение очень приятное, и им очень нравится этот момент того, что дети соприкасаются именно с кисточкой. Что же нужно нам для рисования пальчиками? Лист бумаги, краски, кисточка и стаканчик с водой. Естественно, хорошее настроение и желание ребенка работать. А здесь ребенку мы предлагаем, вот вижу, рисуем, но не все дети любят пачкать пальчики. Ну, да, есть такой момент, но здесь мы предлагаем, допустим, один пальчик сначала раскрасить и работать только одним, но когда дети понимают, насколько это приятно, они уже готовы даже просто пользоваться всей рукой, и мы уже переходим к ладошкам. Ну, что касаемо пальчиков, здесь, что мы с вами делаем? Ну, наверное, все ясно и понятно, либо берем уже готовый шаблон, либо рисуем, допустим, вот здесь у меня на видео дерево, мы рисуем ствол дерева, и после чего просто делаем отпечатки пальцами. Я сейчас пролистаю видео, вот таким вот образом мы с вами раскрашиваем наше дерево, делаем нашу листву. Я долго видео мы смотреть не будем, но вот таким вот образом у нас получается красивый рисунок. Это то, что касаемо рисования пальчиками. Точно так же мы с вами можем рисовать ладошками. Могут получаться у нас с вами вот такого вот плана. Так, не загружаю, сейчас немножко. Вот такого вот плана картинки, где мы ребенку предлагаем, допустим, шаблон. Посередине у нас это наше солнышко, после чего мы предлагаем оставить отпечатки ладошек. Если детей в группе много, мы можем предложить коллективную работу и сделать вот такого вот плана большое на ватмане рисуночек. Точно так же мы можем на нашу ладошку, чтобы каждый ребенок запоминает, где его ладошка, сделать какое-то украшение, какой-то бантик и уже украсить нашу картинку более подробно и сделать ее более красивой. Это что можно сделать с детками в саду в группах. Следующий момент, который мы с вами точно так же рассмотрим, это рисование листьями. Это наше обычное так называемое штампирование. Лучше всего рекомендую, мы осенью заготавливаем, ну, тот же самый наш гербарий. Это полезно не только в плане аппликаций гербарий, потому что мы очень часто используем природные материалы для аппликаций. Также это полезно и для рисования. Что здесь мы предлагаем детям? Первый момент. Давайте рассмотрим с вами материалы. Это лист бумаги, листья от дерева, либо от каких-то кустарников, краски или же восковые мелки. Сейчас тоже покажу небольшое видео, как мы можем использовать восковые мелки. Кисточка и стаканчик с водой. Что касается вот такого вот рисунка, как у нас на презентации, здесь мы все совершенно просто, берем лист, либо раскрашиваем его кисточкой, наносим на него краску, либо же окунаем в краску, но опять же смотрите, чтобы сверху он не пачкался, чтобы ребенок у нас не испачкался в нашей краске. Как я уже говорила, можно делать не тарелочку, а можно брать плотный файл, либо же плотную папку для файлов и наносить краску на нее. Тоже очень удобно, если это файл, то мы можем его потом не мыть, а просто выкинуть. Раскрашиваем наш лист и оставляем отпечатки. Отпечатки могут быть опять же разного цвета, мы можем их дорисовать и раскрасить. Также, как еще мы можем с вами использовать наши листья. Как я уже сказала, мы можем использовать наши листья при помощи восковых мелков. Что мы с вами делаем? Вот мы выкладываем на столе наши листья, накрываем их листиком, и берем восковой мелок в руку и предлагаем ребенку просто чертить по столу. Вот этой техникой меня заинтересовала девочка, которая никак не хотела рисовать, было ее очень сложно привлечь как-то к рисованию, но когда я ей показала вот такую вот технику, ей очень понравилось. И маме мы уже после занятий приносили вот такого вот плана очень красивые рисуночки. Вот здесь можно использовать точно так же цвет одного мелка. И вот такого вот плана мы с вами раскрашиваем наш лист, можно одним цветом, как я уже сказала, можно выбрать несколько мелков, и после чего у нас получается очень красивая картинка, то есть проступают наши листья. Вот таким вот образом мы с вами можем нарисовать листики с нашими детками. Это то, что касается техники рисования восковыми мелками. Следующая наша техника – это рисование пробками или же обычное наше штампирование. Здесь тоже все очень просто, наверное, многие из вас использовали эту технику. Что нам здесь необходимо? Это лист бумаги, также пробки от бутылок. Пробки могут быть совершенно разной структуры. Может быть, это обычная пробка пластиковая, также может быть, это пробка из дерева, да, из пробкового. Также краски нам понадобятся, кисточка и стаканчик с водой. Как мы с вами это делаем? Ну, тоже сейчас немножечко быстренько покажу видео, чтобы на нем не останавливаться. Наверное, всем понятно. Здесь мы берем нашу пробку и оставляем на ней штампики. На этом видео я сейчас вам немножечко покажу, как рисуется виноград. Ну, вот просто таким образом. Так, видео так подвисает. Ну, вот мы делаем несколько отпечатков. Вот таким вот образом. После чего мы дорисовываем наш рисунок, наше штампирование уже листиками. Вот таким вот образом у нас получается уже картинка при помощи рисования пробками. Следующая наша техника, которую мы с вами рассмотрим, очень интересная техника, это создание мраморной бумаги. Что касаемо мраморной бумаги. Я сейчас расскажу, как ее можно сделать. Очень интересно. Почему? Потому что деток у нас интересует непосредственно сам процесс, а родителей у нас интересует полученный результат. Мы же взрослые заинтересованы в конечном продукте нашей деятельности. Этот вид, именно мраморная бумага, это вид игры с красками. Здесь у нас ребенок получает удовольствие от самого процесса, а взрослый получает у нас удовольствие от того, что у нас получится в итоге. Для использования мраморной бумаги нам необходимо будет, первое это крем или пена для бритья, второе это акварельные краски или пищевые красители, третье это плоская тарелка для смешивания пены для бритья и красок, да, это может быть опять же одноразовая тарелка или у нас это может быть файл, бумага и скребок. Давайте рассмотрим с вами, как мы это будем делать. Какой же у нас план работы? Равномерным толстым слоем мы наносим пену для бритья на тарелку, смешиваем краски или пищевые красители разных цветов с небольшим количеством воды, чтобы получился насыщенный раствор. Да, как я уже говорила, гуашь, она дает такой более яркий эффект, мы все с вами это знаем. А следующее, с помощью кисточки или пипетки капаем краску разных цветов на поверхность пены в произвольном порядке. И теперь с этой же кисточкой или палочкой мы красиво размазываем краску, да, чтобы у нас получились такие абстрактные рисунки. Это самый творческий этап всей работы, который доставляет удовольствие детям, да, у нас есть рисование на воде, так называемое эрбу, мы все с вами знаем. И это почти такая же техника, очень похожая, мы делаем так называемые разводы, абстракции. После чего ребенку предлагается взять лист бумаги и аккуратно приложить его к поверхности. Получится узорчатая пена на нашем листике. После чего мы перекладываем лист на стол и предлагаем ребенку соскрести всю пену с листа бумаги. Для этих целей можно использовать кусок картона, либо же какой-то скребок, если есть у вас в наличии, и под слоем пены для бритья вы обнаруживаете потрясающие мраморные уборы. Краска успевает быстро впитаться в лист и дать должный эффект. Вот такого вот плана мы с вами можем получить бумагу. Что очень интересно, что эту нашу бумагу мы с вами потом можем использовать уже для наших поделок. Мы можем украшать какие-то материалы нашей этой бумагой и уже работать непосредственно с этой бумагой, таким образом использовать ее в других наших мероприятиях. Следующий момент, который мы с вами точно так же можем использовать, это у нас использование пленки. Очень часто ее называют пленка антистресс. Сейчас я вам ее покажу. Это наша пузырьковая пленка, в которую упаковывают предметы, которые могут разбиться, очень хрупкие предметы. Что мы с вами сделаем? Кто-то спрашивает, видео с пеной. Видео с пеной очень много весело, к сожалению, не смогла его загрузить. Такой момент, здесь мы будем с вами рисовать нашей пленкой пузырьковой. Рисовать мы с вами будем улей. Мы ребенку предлагаем поле, вот слева мы с вами видим, это наш улей будет. Сверху мы предлагаем нарисовать ребенку пчелок. Пчелки могут быть просто в любом произвольном виде. Ну, вот такого плана у нас овалы. И рисуем им крылышки, полосочки. И вот таким вот образом мы с вами получаем улей. Пчелок наших мы предлагаем раскрасить. Этот рисунок мы можем привлечь к тему насекомых. И показать детям, каким образом у нас живут насекомые. Вот таким вот образом я раскрашиваю наших пчелок. После чего мы с вами берем нашу пленку, такую пузырчатую. Все, наверное, знают, как она выглядит. Сейчас я немножечко тут пролистаю и покажу. Да, видео зависает. Ну, вот сейчас. Так, минутку. Мы наносим на нашу пленку уже краску. Таким вот образом. Так, ну, видео сильно висит. Сейчас я попробую вам добавить... Сейчас уже другое видео пошло. Сейчас, минутку. Добавить ссылочку. Это ссылка на Google ГИС. Там будут размещены эти видео. Сейчас, минутку. Попробуйте их получить оттуда. Ну вот, по идее, в ваших ресурсах должно добавиться. Посмотрите, пожалуйста, если добавилось, скачайте, и там они точно так же подписаны. Это видео у нас подписано Улей, плюс сейчас тоже висит. Подскажите, пожалуйста. Так. Сейчас попробую остановить. Почему-то оно и не останавливается. Так, ну вот, я видео остановила. Давайте я сейчас тогда на словах объясню. Берем нашу вот пленку. Наверное, на всем понятно, как она выглядит. Наносим на нее краску желтого цвета и делаем отпечатки. Вот такого вот плана у нас могут получаться рисунки. Вот у нас слева я вам сейчас открыла картинку, чтобы не висло. Слева мы берем нашу пленочку. Кто-то пишет, вот соты рисовали. Да, это могут быть не только соты. Мы можем и раскрашивать большие картины таким образом. И вот таким вот образом мы с вами можем рисовать Улей. Дорисовываем пчелок, приклеиваем к нему дверку и уже у нас получается полная картина. Так, пишет, да, вот ссылка на Google открылась. Ну, тогда пользуйтесь этой ссылочкой, можете ее пересмотреть. Это при помощи пленки, как мы с вами можем рисовать. Следующая очень интересная техника, она, к сожалению, тоже в этом же видео. Я сейчас попробую все-таки подгрузить это видео, чтобы вам показать, что у нас может получиться. Вот, следующая техника, это техника рисования по сырому. Я видео пока остановлю, оно двигаться не будет. Я объясню, как мы с вами это делаем. Берем наш лист. Лучше использовать бумагу для акварели, потому что она не размыкает. Лист мы полностью-полностью смачиваем водой. Сейчас видео идти не будет, я повторюсь. Я его остановила. После того, как мы смачиваем наш лист водой, мы касаемся. Здесь уже используем акварель. Почему она лучше расходится по сырому? Внизу мы можем использовать, там, допустим, какие-то коричневые, зеленые цвета. Выше это будет наше небо. Мы рисуем голубым цветом. Здесь используется, да, и рисование, и аппликация. Мы делаем сначала наш фон. Низ, допустим, зеленый, верх у нас голубой. После чего рисуем ствол. Ствол тоже в любом произвольном порядке мы делаем. И после того, как у нас все нарисовано, мы предлагаем ребенку при помощи дырокола. Могу сказать, дети очень увлекательно это делают, наколоть так называемых таких мелких компетий из различной цветной бумаги. Здесь можно использовать даже бумагу для принтера, которая уже была использована. Вот, может быть, видно на видео, что на ней даже вот, ну, печатали. Это будет тоже очень красиво. Вы и используете бумагу, которая у вас попросту, ну, где-то там лежит. И дети могут сделать прекрасную аппликацию. После того, как мы с вами накололи это наше конфетти, ребенку предлагается клеем ПВА нанести рисунок на, лучше уже, чтобы это была высохшая картинка, на нашу картинку клеем ПВА, ну, различные там завитки, просто какие-то кляксы. И после чего мы посыпаем нашим конфетти на наш рисунок. Мы можем немножечко подприжать рукой, чтобы они лучше приклеились. И лишнее стряхиваем. Только будьте аккуратны. Почему? Потом они могут быть просто по всему классу, по всей группе. Поэтому здесь, ну, работаем немножечко аккуратненько. Вот такого плана у нас может получиться рисунок. Тоже очень интересная техника. Следующая техника, это у нас будет так называемая кликсография. Да, сейчас я вам тоже, так как видео зависает, буду показывать уже картинки. Вот таким вот образом мы можем использовать кликсографию. Что же нам необходимо для нашей кликсографии? Это лист бумаги, краска, ну, стаканчик с водой, да, стаканчик, в который мы будем окунать непосредственно нашу трубочку. Также нам нужна будет трубочка, ну, обычная, с которой дети там пьют сок, молоко и так далее. Что касаемо кликсографии, здесь нужно быть аккуратным. Объясняем детям, потому что многие детки пытаются попить нашу цветную воду. Объясняем, что воду эту мы не пьем и что друг в друга мы не плюем, да. Здесь тоже нужно корректно детям это объяснить. После чего, ну, наверное, всем понятно, как мы это делаем. Мы окунаем нашу кисточку в стаканчик с водой и предлагаем ребенку как бы выдуть, можно сказать, ну, как бы плюнуть на... Да, кто-то пишет, что это искушение, да, это действительно так. Мы предлагаем ребенку плюнуть на наш листик. Что у нас происходит здесь? Здесь ребенку позволяется, можно сказать, поплевать на лист, ну, такая немножечко и игровая, и, ну, как бы, немножечко пошалить, да. И это мы уже делаем конкретным приемом. Также дети, вот, допустим, в правом верхнем углу, это у нас солнышко и цветочки, деревья и так далее. Вот таким вот образом мы можем использовать с вами клексографию. Следующая очень интересная техника, это техника набрызга. Наверное, все, ну, использовали эту технику. Одно время она была очень популярна. Что у нас здесь нам потребуется? Ну, опять же, лист бумаги, краска. Здесь отличительным материалом становится щетка. Щетка может быть, как на нашей картинке, обычная зубная или же большая щетка. Здесь набрызг можно делать пальчиком, как на картинке. Или же набрызг можно делать тоненькой расческой. Такая есть расческа, которая совсем тонкая, необычная массажка, да, которой мы расчесываемся, а тоненькая для разделения коборов. Вот таким вот образом мы можем делать набрызг. Детям тоже очень интересно, но нужно быть аккуратными, потому что если немножечко в неправильную сторону повернуть щетину, то забрызганы будут просто все. Следующий момент. Этот набрызг у нас может быть при помощи таких вот заплаток, да. Мы делаем сначала набрызг одного плана, и после чего закрываем этот набрызг и добавляем уже набрызг другого плана. Это то, что касается набрызга. Я надеюсь, ну, наверное, всем понятно, как это делать, да. Да, вот кто-то пишет, что этой техникой можно даже выполнять тонирование листа. Да, действительно, мы можем выполнять тонирование листа, и это можно использовать дальше в своих поделках. Так, следующий момент очень интересный для детей, которые совсем не умеют рисовать. Это у нас рисование свечкой. Сейчас объясню, как мы с вами это делаем. Можно использовать совершенно с маленькими детьми, но здесь требуется небольшая подготовочка от вас, как от педагога. Что мы делаем? Опять же, берем нашу бумагу. Бумага должна быть, ну, поплотней. Лучше взять нашу акварельную. Она есть, ну, в разных форматах, либо же бумагу для черчения. Она тоже поплотней. После чего мы рисуем с вами свечкой. На данном рисунке это у нас снежинки. Мы можем нарисовать совершенно разный рисунок. Это могут быть там рыбки, какое-то подводное царство. Ребенок не видит то, что у нас нарисовано свечкой. После чего ребенку предлагается просто либо акварельными, лучше акварельными красками, потому что они лучше расходятся по листу. Просто закрасить лист. Это дети принимают, да, вот кто-то написал волшебство, да, они принимают это за волшебство, потому что рисунок проявляется на нашей картинке. Ну, вот, допустим, на данный момент это у нас снежинки. Как я уже сказала, можем использовать совершенно любой рисунок. После того, как ребенок закрашивает, он видит проявление нашего рисунка, и уже у него получается определенная картина. И сейчас я уже буду заканчивать, но хотелось бы показать еще несколько техник вам. Да, вот кто-то пишет, можно использовать белый восковой мелок. Да, почему бы и нет. И кто-то пишет, что можно использовать зимние сказки. Да, действительно, можно использовать совершенно разные моменты. Следующая техника – это рисование мыльными пузырями. Здесь, ну, техника подобна к лексографии, только мы используем наши мыльные пузыри. Дети очень любят это летом. Мы окрашиваем мыльную воду, прикладываем нашу трубочку на лист бумаги, и уже у нас получается либо какая-то абстракция, либо мы рисуем какой-то уже готовый рисунок. Дети рисуют по образцу. Следующий момент – это то, что касаемо наших мыльных пузырей. Следующий момент – это очень интересная тоже техника. Называется она «Паспарту». Наверное, тоже многим она известна. Часто молодые мамы или же мамы деток такого раннего возраста используют эту технику. Можно сказать, здесь наши «каляки-маляки» так называемые, они принимают форму какого-то уже рисунка. Что для этого нам нужно? Нужен лист бумаги, карандаши или краски и определенная эскиз, определенная заготовка. Вот у нас на фото мы видим бабочку. Здесь ребенку предлагается нарисовать любой рисунок, и этот рисунок после чего мы с вами закрываем так называемой рамкой. У нас получается вот такая вот картинка, получается вот такого плана «Паспарту». Сейчас еще второй вариант я вам покажу. Здесь у нас уже используются карандаши, и на этот рисунок сверху накладывается так называемая рамка. Наши «Паспарту» накладываем сверху. Ну, что касается техник, которыми я хотела поделиться с вами сегодня, это эти техники. Я вот вам о них рассказала. Если какие-то вопросы есть, я готова на них ответить. Можно использовать на ранний возраст. Давайте посмотрим, какие вопросы. Подскажите, пожалуйста, есть ли особенности в использовании рассмотренных техник применительным для этим ОВЗ? ОВЗ – аутисты, дети с нарушением зрения и слуха после ДЦП. Смотрите, что касаемо аутистов, мы знаем, что не все техники эти дети воспринимают, потому что есть сенсорное нарушение. И не все дети, допустим, у меня идут на пальчик рисования, на рисование ладошками. Многие отказываются от этого. Дети, касаемо нарушения слуха, мне кажется, здесь ограничений нет совершенно, просто им нужно объяснить. Потому что у меня есть довольно-таки активная группа деток с нарушениями слуха, с ними проблем не возникало ни с одной техникой. Что касается с детьми нарушения зрения, опять же, здесь мы должны смотреть, какое у нас нарушение, какого оно плана. Если сильное нарушение зрения, то могут возникнуть сложности. Но опять же, сложности в чем? Все такие техники, где ребенку предлагается либо штампирование, либо же дорисовывание чего-либо. Следующее, дети с ДСП, здесь, если плохо развит, вот, ну, хватательная функция, да, мы можем использовать те же самые втулки, но при этом мы должны, допустим, подготовить нашу эту втулку, чтобы ребенок не чувствовал дискомфорта именно в нарезании ножницами, да, если он не может этого сделать. Так, ну, если есть еще вопросы, я жду вопросов, я выгрузила видео, видео можно скачать там, где ресурсы. Ну, вот, вижу, что пишите, что будете применять эти техники, ну, рада, что именно было интересно и доступно. Так, ну, так, смотрю еще папочку вопросов. Сейчас, минутку, что у нас здесь? Пожалуйста. Так, ну, есть ли еще вопросы? Ну, вопросов, наверное, я не вижу. Наверное, может уже подключаться Татьяна Викторовна для завершения. Татьяна Викторовна, ждем вас. Татьяна Викторовна. Продолжение следует...